Здравствуйте, с вами интернет-магазин President Watches. В данном видео мы вам расскажем, как настраивать часы Casio G-Shock GA-121A. Так, для начала расскажу вам о подсветке. Как я уже говорил, есть подсветка стандартная, обыкновенная, есть подсветка автоматическая. Автоматическая подсветка пригодится в том случае, когда у вас либо заняты руки, либо они в перчатках, и затруднено, у вас нет возможности нажать на кнопки. Срабатывает подсветка при повороте часов на 40 градусов относительно земли, то есть когда вы подносите часы к глазам, чтобы посмотреть время. Включается она удержанием на несколько секунд кнопки подсветки непосредственно. Сейчас я ее выключил, вы увидели, что она включалась. Включается точно так же, и выключается, и включается. Удерживаем несколько секунд и ждем, пока индикация подсветки включится или выключится. Далее, перейдем к режимам. Режим текущего времени настраивается следующим образом. Мы удерживаем несколько секунд левую верхнюю кнопку. Попадаем в режим настройки. Все настройки осуществляются правыми кнопками, верхней и нижней, реже только нижней и правой. Навигация между разрядами левой и нижней кнопкой. Вход и выход в настройки левой и верхней кнопкой. Итак, выберем код города. Останется такой. Далее, следующий разряд. Переход на летнее время. Мы можем его включить, можем оставить выключенным. Далее, формат времени. 12-ти либо 24-х часовой. Затем можно обнулить счетчик секунд. Далее, установка часа. Минут. Год. Месяц. И число. Далее, вы можете установить продолжительность подсветки. LT1 – полторы секунды. LT3 – три секунды. И мы вернулись к выбору кода города. Выходим из настройки левой и верхней кнопкой. Еще один важный момент. Первое, на что вы должны обратить внимание после покупки часов, чтобы цифровое время совпадало с аналоговым, то есть со стрелками. Если это по какой-то причине не так, нам нужно настроить вручную положение стрелок. Для этого мы удерживаем правую нижнюю кнопку. Попадаем в режим H-SET. Нажимаем на левую нижнюю кнопку. Стрелки часовая и минутная должны встать в положение 0 часов 0 минут. Точно так же, как сейчас у нас отображается на цифровых часах. Таким образом. Если это по какой-то причине не так, примерно в таком виде, то правыми кнопками мы корректируем положение стрелок. И устанавливаем их на 0 часов 0 минут. Следующим образом. Когда мы все настроили, выходим из настройки левой и верхней кнопкой. Время встанет уже в соответствии с цифровыми часами. Так же и аналоговый будет. Следующий режим. Это секундомер. В данных часах есть два вида секундомера. Стандартный. Запускается правой нижней кнопкой. Промежуточный результат фиксируется левой и верхней кнопкой. Общее время при этом продолжает фиксироваться. Нажимаем еще раз на левую и верхнюю кнопку. Видим общее время. Устанавливаем секундомер правой и нижней кнопкой. И сбрасываем при остановленном секундомере до нулевых значений левой и верхней кнопкой. Другой режим. Круговой секундомера. Он фиксирует каждый круг, сколько бы их ни было. Также левой и верхней кнопкой. Фиксируем каждый отрезок времени. Состояние. Устанавливается также правой нижней кнопкой и сбрасывается левой и верхней. Если вы обратили внимание, внизу есть у нас спидометр. Чтобы выяснять точную и актуальную скорость, необходимо задать правильное расстояние. Это делается следующим образом. Мы удерживаем левую и верхнюю кнопку несколько секунд. И попадаем в режим установки расстояния, дистанция. Неважно, какие единицы измерения, это уже на ваше усмотрение. Вводите данные и выходите из настройки обратно в секундомер. И скорость будет показана в соответствии с заданным расстоянием и пройденным временем. Следующий режим. Таймер. Таймер есть как простой, так и с функцией автоповтора. Таймер означает, что по окончании заданного времени таймер подаст звуковой сигнал и обратный отчет начнется снова. Для установки нужного вам времени мы удерживаем левую и верхнюю кнопку. Входим в режим настройки. Правыми кнопками выставляем значение. Между разрядами переключаемся левой и нижней кнопкой. Также здесь мы выбираем один из двух вариантов таймера. Это функция повтора и стандартный таймер. Выходим из настройки левой и верхней кнопкой. Запускаем правый и нижний. Ей же мы можем остановить таймер. И сбрасывается левый и верхний. Следующий режим. Режим мирового времени. Здесь вы можете выбрать интересующий вас город и узнать, который сейчас там час. Если вы хотите, чтобы аналоговые стрелки показывали время второго города, можно нажать на две верхние кнопки одновременно. И они будут показывать время этого города. В цифровых дисплеях будет отображаться время основного города. Чтобы вернуть все на место, нажимаем еще раз на две верхние кнопки. Когда стрелки уже встанут, остановятся. Нажимаем еще раз. Теперь все опять будет показано как положено. В цифровых у нас будут отображаться время второго города. Аналоговые стрелки отображают основное время. Следующий режим. Будильник. Здесь есть пять будильников независимых. Вы можете в течение суток поставить. Пятый будильник имеет функцию автоповтора сигнала каждые пять минут. Включается и выключается будильник однократным нажатием левой верхней кнопки. Устанавливается время удержанием левой верхней кнопки. Установки делаем правыми кнопками. Часы, минуты. Между разрядами переключаемся левой нижней кнопкой. И выходим из настройки левой верхней кнопкой. Выбираем будильник правой нижней кнопкой. Вот этот самый пятый будильник с функцией автоповтора сигнала. Здесь же мы можем включить или выключить индикацию начала часа звуковую. Она точно так же включается левой верхней кнопкой. Каждый час будет подаваться звуковой сигнал. Идем дальше. Мы вернулись по кругу в режим текущего времени. Это все о настройках данных часов. Спасибо за внимание. До свидания.